доброго времени суток друзья вы на канале клади с вами миша и серёжа и сегодня у нас на обзоре линеечка иллюзии от небезвестного атмоса и они решили дать просраться всем да и нам в том числе кстати вот эта баночка объем 60 миллилитров в розницу она стоит 199 рублей ну это крайне дешевая цена тут добавить просто ничего единственное то что такую цену может получить только нулев других крепостей нет есть только не к бустеру который предоставляется за дополнительную плату как нашли в одном из сайтов может быть есть кита альтернативные варианты ну мы что-то сомневаемся потому что бустер и так достаточно дешево предлагали стар дешевые кстати 20 рублей мы нашли на одном из сайтов до полуторажки и 50 рублей да 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 и там то есть получается чтобы получить трог четыренька быстро немножко не понимаю как это учитывая за не меньше миллилитра я думаю да скорее всего какой-то сок или тысяч не знаю в общем ребят бустеров нам не прислали поэтому будем взрывать только нулевочки мальчик у нас чаби горилл но не чаби горила а ну он скажет тут не сама чаби горилл то есть нету в горилке кстати так посмотрите ну вот есть насопливание но прям вот течки какой-то нет не знаю видно вам не видно но тут немножко есть подсопливание то по самому дизайну достаточно такой скромненький дешевый некий но в принципе как сама жидкость достаточно дешевого да и просто что бюджетность все сделано легонами без текстур то бишь вот такой вот как бы приятный бонус вот как на одну из предыдущих линейку мы парили где прямо ромки были выписаны здесь но не совсем так но по крайней мере здесь можно пришить табак плюс минт ну вот или клубника в шоколаде то есть вкус и все написаны на самой этикетке да мне приходилось заморачивать что такое sensation или illusion все есть причем кстати на английском и на русском продублировано сверху соответствует опаду я где-то вот английский соответственно старого беречь да и соответственно вот те клубник в шоколаде а ты не крем-бюле все да все очень удобно и как в предыдущем и не предыдущем обзоре там где у нас были аромки написаны здесь будем сравнить уже так знаем что ведь что я записали да ну и перейдем к первому вкусу то вот мы на самый последний вариант оставим его и начнем мы кубнику нет не кубнику шоколаде что у нас тут есть еще сок мультифрут первый вкус спейс фрут спейс фрут кстати ничего очень дешевый битбаттл но кстати да я слушаю нормально кстати как знаешь сок там моя семья или добрый мультифруктовый на на самом деле неплохо потому что я думал что такие деньги будет как с вебфейсом на что будет недобор аромашка но не училась варами нормально пароми в принципе прям ничего так я считаю что сейчас вверх естественно но слушай за 200 рублей на повседневку залить бачок ходить просто экономить баблещики ну да то что даже замешать те 60 миллилитров она примерно столько вы их если не дороже на что надо как минимум парочку паром для троечку сюда чтобы такой мультифруктовый получился это не факт что получится ничего кстати правда ничего не это не фонтан конечно я такой парень не стал но для тех кто хочет сэкономить например самозамесе не очень хорошо получается хороший вариант почему не очень очень нравится но действительно более-менее но те кто уже так скажем привык каким-нибудь самобытным ярким интересным вкусом это конечно не понятное дело что жижи которые 500 600 рублей против скандалиста калибра они там на 6 голов выше но эта жидкость она за тот же объем в три раза дешевле но лучше лоукос в любом случае какого-нибудь да то есть когда лоукос появлялся за эти деньги 200 рублей по-моему 50 миллилитров до 50 вот здесь чуть побольше 60 миллилитров но это парит можно отлично того класс нельзя вот ну и по сравнению с николаем транзистором короче подороже старого немножко проигрывать николай транзистором подороже 10 15 рублей уже за 100 ну там дешевле тогда объем почти два раза больше можно сказать транзистор почти два раза дешевле ближайшем для ближайшем сравнении транзисторов и транзисторов лучше все таки ну я бы сравним все равно значит у него костом а вот бомбик бабу по мне так тебе бабу сходство 200 250 на 100 миллилитров но 100 миллилитров тоже сложно сравнивать ничего этот николай транзистор скоро разразиться вернее наверное момент просмотра видео уже разразился вы сможете увидеть николай транзисторов x элементирована линейка за эти же деньги 70 миллилитров ближайший конкурент ну попробуем и обычно мы выдадим просто не описание от производителя это многообразный микс из тропических фруктов и льда что в итоге поминает замороженный сок после первого вдоха чувствуется ледяная свежесть на смену который уверен приходит вкус свадки фруктовых плодов нет нет на самом деле вот честно говоря это зря мне понравилось как было с описанием вот у той линейки где только аромки бы просто вкуса это перечисление аромок то есть они не пытаются выглядеть пафосно как это уместно скажем более дорогих линеек здесь же нихрена этого нет это неплохая жидкость за деньги это даже хорошие жидкости и поставлен пятер так откровенно говоря да но на хрена такое описание во первых да я не почувствовал он тут прям где-то так чуть-чуть холодной водичкой разбавили максимум были в кладиннике постоял полчаса после того как мы лет и мою семью принесли вот это обычный сок из пачки но при этом неплохой то есть это нормальная жидкость на подседнев которую можно парить и я на понравился если вы неискушенный я поставлю 4 потому что хоть и дешево но честно иногда лучше платить побольше площадь получше но в целом соотношение цена качество получает 4 ну да ладно да перейдем к следующему вкусу я бы все-таки опять же не шоколад взял бы давай-ка дыни крем-брюлет давай поспробуем тоже уже начали с десятки у нас еще две десертки 1 ну и следующий вкус у нас галакс тут уже кстати получше ты чё ну тут по крайней мере чувствуется когда стоишь крем-брюле десерточка такая поменяемся я пока не хочу ничего говорить скилл можно добавлю себе себе потому что чё-то другое там я почувствовал ну ладно давай пробуем еще и скажу что почувствовал мы сочет вообще вкус как-то по-другому раскрывается сейчас никого нет только у тебя немного чуть ярче у тебя короче это уже плохой вкус не знаю что получше на мой взгляд дыня не очень хорошая здесь она не то что сладко приторно какая-то она вонючая как будто немного вот меня такое ощущение возникло от него не знаю причем на кеннеди это больше на скилл свечи на скилл просто то же самое чувствуется но немножко просто не на скиллеп и дуб раскрывается на скиллеп больше крем-бюрюле почему то здесь больше дыни но я бы не сказал что она вонючая на самом деле просто у нас с тобой немножко по-разному рецепты работают к чему может вот я чувствую хорошую десертку действительно неплохую десертку но опять же не дотягивающую до уникальных вкусов николай транзисторов или никит все хватит описание galaxy содержит сочную дыню легкие нотки крем-бюрюле со сбитыми сливками причем это гастрономическое блаженство очень интересно раскрывается во время парения первое ощущается мощный дынный коктейль и только на выходе горло обвлакивает нежный крем но тут уже ближе к описанию в плане того что начало до дыни потом крем-бюрюле но ты не уже сразу не выдает какое-то такое отторжение крем-бюрюле я уже после не чувствую я поставлю там вкусу 3 только за то что он стоит 200 рублей что в принципе уже радуйся я поставлю вкусу четверку также потому что он хоть и интересный но на самом деле не доделана десертка но лучше чем предыдущие но в принципе они где-то вот у меня между тремя с половиной четырьмя вот так и плавают принципе я бы это попаривал если был совсем галяк жижами то бишь я бы не выкинул не вылил ничего но есть действительно лучше которая стоит немного дороже ну и последний десертный вкус у нас это клубник в шоколаде sensation мне вкус показался лучше предыдущего но не лучше первого только потому что я больше люблю такие свежие вкусы это уже достойно десертка за эти деньги шоколада немного совсем то есть он не бьет по горлу умника никак неплохо сочетается мне понравилось шоколад есть клубника есть собственно вот действительно довольно оровленный для подобного формата жидкости для подобного ценника жидкости хорошая клубника в хорошем шоколаде описание давайте читаем описание в этом случае все идеально без заправка сочетает молочный шоколад и свежесобранную клубнику при вдохе явственно ощущается шоколад явственно блять ощущается шоколад и только многим позже так и написано многим позже когда его послевкусие уходит на задний план поступает клубничный вкус это делает жидкость своеобразной совершенно не попсово но не пропали попсово я согласен достаточно клубник шоколадом я вот не припомню сразу с клубник со сливками то да это действительно квашка с шоколадом я вот не вспомню одну наверно на скидку что название скажу но они есть на самом деле на рынке точно текать ну за рим их нет такая полярная как римовой согласен вот ну лучше все идеально но не должно быть за 200 рублей все быть идеально и она и не идеально на самом деле это нормально шоколад то есть он не искал не бьет по гору нормальный сам замес получился действительно я оценю на четыре с половиной то есть просто нашим десерт последнее время мне вообще не хочется их я поставлю серву 5 потому что самом деле среди остальных 2 выдающийся вкус и за эти деньги это клево и я пап я даже попариваю даже к бокалами тут ставят спорил 4 флакон там что-то говорит по крайней мере о том что это правда очень интересный вкус за свои деньги но опять же можно найти чуть дороже и лучше но вами тут уже ничуть дороже ближайший под десертный вкусный конкурент калибр и скандалист на самом-то три раза дороже но они лучше не но не сравним конечно у калибра когда брал пример их завтрак ночи классный то есть очень похож на серу бодрик качественный хороший стоимость на пуши десятку это его наверное все шансы есть на это нормальный вкус но десерт он недостаточно может быть десертный для меня а для последнего он все равно надоест как-то так сейчас зальем в байку потому что у нас очень много критикуют и в принципе мы согласны с тем что какие-то такие жидкости табачные лучше не пробовать на дырках сразу мнение по ней на байке чуть-чуть будет попозже наша пропиталась пропарилась в ад не менял последние хотя принципе не табачка табачка вообще мало когда уйдет предыдущий табачный вкус то есть я скажу пока давай может быть на дрипке попробуем давай я пока да по традиции на дрипке получится у нас ну табачки тут очень мало на самом деле тут мят по крайней мере на дрипке выделяется именно мятный вкус причем такой спермин потому что мят сладко не лютая табачка это точно ну я попробую конечно не дырам боль пробуешь там это еще не будете скажу куда-то тервать зиму не это мой сам замес был очень вкусно очень вкусно очень вкусно я бы в этом плане как бы не покупай к табачки сам сидела только потому что ну кроме ирю 4 вот потрясающих ребят был бокс ли я взял себе сотки были шестьдесятки 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 три шестьдесятки и подряд их все почти спарил причем в течение месяца очень вкусно у тебя тоже очень вкусно мяты на самом деле я не чувствую туда сам табачки одно мято практически у тебя не обливаем скорее всего но мы сейчас это пройдет не пройдет не пройдет ну скажем прямо мято наверное не знаю сейчас что на бачке появится табак ну я вообще табака не чувствую на дрипке на байке она вряд ли почувствовала ну что можно сказать табака тут нет на самом деле он даже по запаху все равно если жидкость табачная она пахнет да тут в первую очередь сладкая мята какая-то она все все забивает абсолютно и табак может быть есть где-то на очень надаленных носках ребят просто неплохая мятная жижа на самом деле да нет чудо не произойдет он не материализуется здесь его просто или очень мало или нет нет появляется а вот это бак останется осталось но к сожалению на байке мы не можем сказать прям вам что появилась не появилась честно говоря просто косяк менять ват нанести разбирать надо еще на байке меня вату раз два месяца поэтому ради этого обзора не стала заморачиваться да и вообще не знал что есть табачная есть жидкость но табака тут правда мало и на не на баке нигде чудо не произойдет это хорошее со свои деньги мятная жидкость даже если вы не любите табаку можете взять просто себе свежую мятку наконец-то за две блин сотки но она не совсем свежая она есть расценить как чисто мягко я сказал что такая херовенькая мятка ну а ну давай прям по описанию пройдется потом все мнения потому что табачные листы собранные бразильцами здесь выперу ждут принципиально другие вкусовые качества фалакончик сочетается благородный табачный вкус и свежесть арктической мяты ладно сразу следует сказать что вкус ничем не напоминает ментовые сигареты эта жидкость illusion сначала встречает мятной свежести только на заднем фоне часть собачь насыщенности кстати производитель использует перечной мят что продает жижи отголоски желательно резинки ну да кстати меня отправка перечная сладко перечная мята знаешь конце что-то не такой правда скажет на протяжении всего этого какая тут хрень короче табачки но во-первых табачки нету это первое не на грибках хотя на грибке он сразу почувствовался была мерзотенькая да 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 неприятная касаемо сначала пишет арктическая мята и сразу заскать ну шо шо вы где прям прям дикая холодная мята конце перечная мята ну ребят добавить нечего это мятная жидкость действительно перечная мята я поставлю ей три с половиной за то что соответствует описанию вообще но в принципе любители мятки это поребенная жижа я поставлю два с половиной потому что мне показался вкус ну я так вот на тройку но честно говоря если там в предыдущем вкусах например то мне что понравилось это было вот с дыней да там хотя бы честно чувствовал с дыней не очень хорошие крем-брюле ну вроде за 200 рублей пойдет а те кто захочет табачку до например продавец не пробовал жидкости и такой смотри табачку с мятой а это наверно как кент но хотя не знаю посчитает описание что благороды это большинство мят на первом пойму интересно давай-ка возьму залью себе там ну вообще сигаретник не очень подходишь 70 на 30 под больше 1 3 куда ну кто парит табачку на дрипку я хреном на не сигаретник но я не знаю по мне так табачные вкусы лучше парить на сигаретниках чтобы приблизиться каналу что вот заткнуть то ощущение желания покурить условно да когда делается жижи 70 на 30 все пытаются сбить может здесь вот не 70 конкретно на этом уточни но ни хрена нахожу тоже 70 на 30 вот и мята есть что это качественно хорошими нет и либо очень мало допустим тупашный спермис ромки до который если капли даже одну каплю она будет хорошо выделяться здесь на каплю на все 100 литров одну каплю но соль и принципе она сама чувствуется но сама ромка сочтегидренная что касаемо пока табаку его пожалели я понимаю в чем в чем была и суть идеи то есть чтобы это был в первую очередь мята а только такой вот это был классный микс на самом деле мне кажется хороший микс ну что вот чисто такая пепельная табачка но если тоже не вспомню где но бывает отвратительные некоторые такие даже тоже черный капитан например вот как же зовут там вот пепельная такая табачка вот конкретно только для бабки наверное ногти кошки чего такого не знаю в общем я считаю что это жидкость чем полу балла первых то что несоответствие очень много говорили извините пожалуйста несоответствие вот название с описанием табачного листа нету время там перенесли мята там не первого сорта но есть назовешь деньги год но за эти деньги вас помню давайте возвращаясь к обзору сильнее от вас в черной раз делает попытки выйти на рынок каждый раз стараясь чем-то удивить в этот раз они стараются удивить нас действительно бюджетной ценой но соответственно очень сильно жертвуя качеством во многих из этих линеек но при этом за эти деньги получилось таки довольно таки парибельно ввиду отсутствие так таковой прямой конкуренции в этом основном сегменте вот советовать мы можем только тем кто действительно очень сильно экономит на жидкостях тем кто ищет что-то действительно выдающиеся интересные для себя это линейка не подойдет но опять же не привередливым просто для того чтобы забить сигарету для того чтобы сэкономить это линейка самое то поэтому сами решайте пойдет она вам или нет если мы эту линейку соответственно привезем а мы наверно это сделаем потому что есть публика который приходит только за бюджетным сегментом и эти штуки все станут на дегустационный стенд в одном из наших магазинов о котором мы сообщим новостях позже меня мнение примерно аналогичную стоит общий оценка линейки ставить не буду адекватно оценку не могу потом причинишь с одной стороны это очень дешево очень дешево и тут ну что бы ни было она близится высокой оценки другой страны мне высокую оценку ставить не хочется потому что ну чисто для себя здесь не нашел ничего чтобы я бы купил хотя бы раз да хотя бы я бы до павел наверняка надеются пользователи которые захотели попарить и может быть им думал нормально да всем спасибо за просмотр даже заговаривали немножко зато вы надеюсь полностью поняли что это такое миша вам все разжевал доступно и понятно за что им большое все доброго до свидания